Автономная некоммерческая организация INROC и Вильское местное отделение Архангельского Центра Русского Географического Общества представляет фильм Андрея Кадырчанского «Алешкин дом». Это село Благовещенское. Вам это название ни о чем не говорит? А Великая Слобода? Тоже не слышали? Ах да, вы же не бывали на Русском Севере в начале XVII века. Иначе вы непременно знали бы о славном Великом Слободском Стане и о Великой Евдокийской Ярманке, гремевшей на весь Север. Каждую весну 14 марта на Авдотью Весновку Великую Слободу со всех концов стекались купцы, мастеровые и покупатели. Торги завершались только после окончания гуляний на Камоедицу в Ерилин день, который отмечали 22 марта. Кстати, православные верят в то, что архангел Михаил вырвал из лап сатаны святую Евдокию. Так язычество примирилось с христианством, когда архангел Михаил, покровитель всего по морю, подменил Ирилу, а великомученица Евдокия стала заменой Авдотьи Весновке. Но отчего же так? Почему на Ваге возник такой крупный торговый центр, который соперничал даже с Архангельском? Многое объясняет география. Просто Благовещенск оказался на перекрестке торговых путей. Когда еще не провожили железную дорогу в уездный город Вельск, а кроме ямских трактов других путей не было, роль транспортной системы выполняли реки. И вот тут-то сошлись три оживленных магистрали – Вага, Кокшинга и Устья. Вот почему село Благовещенское по сути было не селом, а огромным городом, районы и кварталы которого сформированы деревнями, селами и хуторами, где было очень много ремесленников, торговавших произведенными ими изделиями. От соленых белых рыжиков и шаркунков до Тарантаса и Соймы. Когда-то здесь жили очень обеспеченные люди. Во времена Российской империи Благовещенское было на Ваге неким подобием современной Рублевки. Это чтобы вам было понятно, куда вы сейчас совершите путешествие вместе с участниками автономной некоммерческой организации «Инрок». Вот мы подъезжаем в Москву через великую реку Вага. Вот реально великая река. Особенно осенью. Идут какой-то склад. Они уже подготовились к паромам. Или они, наверное, у них всегда живут, да, эти паромы. Потому что нам сказали, что на весну их, на осень не убирает этот рост. В отличие от Шелкушка, а только на весну. Переехали в новое измерение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Она покажет нам путь в деревне Черковская, где находится главная цель нашего путешествия когда-то это была очень большая и зажиточная деревня отдельных исп здесь не найдешь только дома пусть и небольшие но полноценные дома теперь уже мало кто знает что называть дом избой это все равно что обратиться к человеку не по имени и отчеству используя кличку настоящий хозяин живет в доме который состоит минимум из двух исп горний и зимний а иногда и из трех четырех и даже шести исп каждая из них имеет отдельный или смежный срок а все они высятся над под клетью и имеют крытый двор с поверью именно таким и был дом петровских в деревне чурьковская вот там хлев выше было да как это консервационной кровли нет поэтому вот здесь все пропало вот смотрите вот уже и здесь потекло и возможно что следующий раз мы приедем весной уже вот здесь мы уже не пройдем с вами потому что вот мы приезжали летом вот этого еще не было видите все одну пошло буквально вот все то есть все мы возможно мы в этом доме последний раз с вами вот фирменный знак петровский да да а посмотрите вот в той части вот там роспись мороз видите сейчас сейчас видите вот а печи какой голос а печи расписной было шкаф был расписной вот здесь да о том каким был алешкин дом 19 веке и более полное представление дает его реконструированная копия которую бережно воссоздали музейном комплексе русский парк переславле-залесском почти точная копия дома петровских стоит теперь ярославской области изумляет и радует туристов это очень хорошо конечно но почему же утрачен оригинал чуть позже мы озвучим свой вариант ответа на этот вопрос соглашаться с нами или нет решать зрителю а пока давайте посмотрим что именно мы потеряли и коснемся истории дома петровских этот дом построил основатель династии маляров так называли прошлым мастеров домовой росписи крестьянин алексей иванович петровский он родился 1821 году и всю жизнь прожил в деревне однако придется напомнить тем кто не учит историю что крестьянин это не профессия а сословие если кому-то непонятно слово сословие назовем его варной потому что так понятнее для многих так вот крестьянин петровский не пахал и не сеял он занимался промыслом или как сейчас принято говорить имел свой собственный маленький бизнес сегодня его назвали бы индивидуальным предпринимателем без образования юридического лица алексей иванович расписывал церкви и выполнял другие живописные и малярные работы на заказ и получал от этого доход умер 1893 году когда возвращался с евдокиевской ярмарки потому что его насмерть зашибла лошадь сегодня сказали бы погиб в результате дтп его дело унаследовали три сына никифор василий и алексей все они в той или иной степени приняли и дар отца а последним маляром династии был внук алексея ивановича сын старшего сына никифора петр вероятно именно он и был последним владельцем этого чудесного дома народе прозванного алёшкиным по имени его создателя дом рублен из лиственницы изначально это дом двор он имел переднюю избу горницу две зимние избы задние боковые и два жира жирами раньше называли этажи кроме того к дому был пристроен крытый двор с паветью клетями и хлевом 1873 году во всем доме жило 10 человек алексей иванович женой матрёны андреевны семья их сына никифора и еще пять не семейных детей 1975 году когда хозяйственная часть дома уже была утрачена министерством культуры рссср дом был признан памятником истории и культуры ссср на тот момент в нем еще проживала одна из последних представителей семейства петровских марина михайловна петровская вот какую информацию можно получить из архивных документов перед вами охранный паспорт памятника точнее два паспорта потому что достояниями культуры были признаны отдельно дом и печь в нем что согласитесь говорить о многом и так печь паспорт составлен государственной инспекцией по охране памятников культуры министерства культуры рссср обратите внимание паспорте указан адрес архангельская область вельский район благовещенский сельсовет деревня чурковская сообщение от города вельска до сельсовета самолетом отдали пешком приблизительно четыре километра сегодня многим это покажется совершенно невероятно но еще совсем недавно не обязательно было трястись полтора часа на автобусе извельска благовещенская летали пассажирские самолеты кирпичная печь доме петровской расположена в центральной части избы выходящий на главный фасад дома справа от входа между печью и срубом на главный фасад дома есть небольшое пространство щель и угол где вдоль печи и перпендикулярной к ней стены проходят полки для хранения посуды и прочей углы от горницы этот угол отделяет дверь устье печи направлено к фронтальной стене дома как во всех северных печах здесь имеется небольшой шесток слева от которого находится короток где углубление в горнушке сохраняются тлеющие угли слева от усть расположен при печи выступающий вперед имеющий фигурный профиль чело плоскость тадости печи имеет завершение в виде полочек размера печи длина два с половиной метра ширина 1 из 7 метра печь в доме петровской является прекрасным образцом подобных сооружений а расписные печки великолепно декорируют украшая интерьер горницы как и весь дом печь была построена в двадцатые годы 19 века все росписи в доме были сделаны членами семьи петровских тридцатые и сороковые годы 19 века были расписаны о печке по-видимому темы сыновьями живописцами которые работали в петербурге в дворцовом хозяйстве 1890-е годы филенки под печурками были расписаны василием сыном алексея петровича на росписях основных филенок портреты живописцев и портреты их жен а на филенках под печурками портрет художника в раме поддерживаемым львом и конем а далее упряжка с ездоком дом был куплен всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры и находится видение вельского краеведческого музея вельском краеведческом музее нам заявили что никакого отношения алёшкин дом к вельскому краеведческому музею не имеет соответственно это не является правдой то есть не соответствует истине здесь были двери расписные вот в комнату когда в ту переходить но много же да увезли в малое карелое вельском краеведческом музее есть фрагменты вот наших мастеров петровских даже ножки расписные да да вообще в доме я не знаю чувствуете или не чувствуете энергетика хорошая вот мне рисует воображение что да вот именно вот лавки стоят да что здесь дом кстати переславли залезком вот таких лавок нет просто столы там вот видимо может мастер-классы какие-то проходят или еще что-то вот а таких вот лавок как здесь нет и все равно рисует на и и стол вот здесь и главу семьи во главе стола и самовар да вот почему-то мне вот яркая эта картинка в глазах господи какая редкость таких памятников вообще практически не осталось вообще очень хорошо что вот вы настояли да на на то чтобы мы встретились потому что весной я бы скорее скорее всего вас уже сюда не привела я бы вас сюда уже лина туда не заходите я не скажу видите очень просто у меня и здесь уже опасно потому что да посмотрите как провисли то я весь кем выхода ходили в праздник этот был я их доставала чей дом написано нет сейчас ждите сейчас хожу спрашиваю там спросили вам лучше к этому обратиться я потом вот еще уточню потом вам еще напишу то есть они там прям что-то там занимаетесь там понимаете там сегодня работают люди они тоже не так давно пришли все поэтому с них то тоже сегодня спрашивать ну как почему они только пришли на работу он уже в таком состоянии поэтому это надо спрашивать лет тридцать назад да может быть даже и побольше почему вот именно в тот момент когда еще дом можно было сохранить почему его не сохранить вот не могу словами передать то что чувствую скажи ну это такая сладкая горечь от утраты чего-то очень большого очень важно но местные жители помнят они помнят как они приходили в этот дом сюда в гости да как но сегодня они уже пожилые люди да а тогда они были еще детьми они вот прибегали в этот дом представляете у них это в памяти когда он был еще полностью в порядке да ну естественно здесь а все ведь во многом из-за того что люди говорят вот не модно устарело надо все новое как сейчас у нас вырывают с корнями оконные блоки выбрасывают ставят стеклопакеты и даже и даже не понимают что выбрасывают на помойку раньше я даже по себе понимаю раньше же мы как-то и не относились вот к этому так согласно у вас было такое чувство что мы мы как-то за современностью тянулись а потом настал наступил какой-то момент когда начинаешь понимать да и вот именно с алюшкиным домом вот начинаю понимать что как так вот да мы не уберегли и он и что сейчас то сделать сейчас если только делать творческую копию как какая вот сделана в переславле залезком все потому что этот то должен вряд ли возможно восстановить скорее всего нет нет можно сделать копию но это дух дух вода и вот этой вода обстановки энергетики и уже не будет потому что вот в переславле тогда красиво да вроде как все наш но той энергетики которая в этом доме но почему бы не сделать так чтобы хотя бы в единичных экземплярах каждом регионе сохраняли ведь потом будут все плакать ну а теперь пришло время ответить на вопрос о том почему утрачен оригинал почему бесценный художественный архитектурный памятник оказался заброшенным а самые ценные артефакты из него растащены по музеям и антикварным лавкам можно было бы сказать о том что мол вот у семи нянек дитя без глазу а еще многозначительно покивать и с умным лицом сказать что имеем не храним а потерямши плачем но это не наш метод у каждого преступления и правонарушения есть фамилия имя и отчество несмотря на то что нет уже той страны в которой алёшкин дом был признан памятником а в 2011 году упразднена федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия федеральный закон от 11 июня 2021 года номер 170 фс продолжает действовать и статью 293 уголовного кодекса российской федерации тоже никто не отменял а наказание по этой статье может быть назначено в виде лишения свободы на срок до пяти лет найти виновных в этом преступлении проще простого вот только кому от этого будет хорошо алёшкин дом все равно уже не спасти чудес не бывает а главный виновник все-таки не отдельный чиновник а всеобщая слепота и равнодушие к нашей общей стране и к ее прошлому многие сейчас сетуют на то что мол от нас скрывают подлинную историю а мы хотим спросить таких борцов всемирным заговором историков родные а зачем от вас что-то скрывать ежели вы сами не хотите знать правду и не хотите ценить то что вам досталось от предков а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА